Мы же не на концерте, мы здесь для того, чтобы ошибки исправлять. Поэтому пусть вылезают. Чем больше их вылезет, тем больше мы исправим. Слушайте, это надо запомнить. Мне самой понравилось. Правда. Продолжение следует. Хорошо, молодец. Начало слов. Итальянцы вообще в каждом начале слова очень требуют, чтобы была понятна согласная. Просят ее удваивать, а часто утраивать. Именно в начале слова. В середине нет. А в начале слова мы должны это правило соблюдать и в русском языке. О кратких свиданиях. Ведь это вот колокольчики, да? Да, ям-пам-пам, тара-тара-тара. И это представить всю русскую литературу можно во время этого романса, да? Он приехал, насладился, побаловался, сел в кибитку и был таков. Вот когда она слышит звон вот этих самых удаляющихся колокольчиков, увозящие его кибитки, перед ней проносится вся картина их любви. Педагогам, методические рекомендации, исполнителям можно идти через образ. Я, например, очень люблю плавящееся мороженое. Вот как только студентам говоришь, плавящееся на солнце мороженое. Все, они текут. Подвесили, отлично. Вот это у всех получается, стопроцентно напрячется. А теперь раз. Вот. Учите итальянский обязательно, потому что это международный язык музыки. Куда бы вы ни приехали, на конкурс, в театр, будь это в театр в Германии, во Франции, в Бразилии, где угодно. Итальянский язык вас спасет. В наше время никто никогда не представит вам переводчика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...